Уже совсем скоро старшие школьники начнут сдавать экзамены. Это тревожная и тяжелая пора не только для них самих, но и для родителей. Как же со всем этим справиться и как не превратить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ в ад для себя и своего ребенка? Смотрите в рубрике «Для вас, родители». Отношение к любому сложному процессу сильно влияет на конечный результат. Верим ли мы в себя? Насколько сильно мы волнуемся? Знаем ли людей, которые успешно прошли через это же испытание? Экзамены – это серьезное событие в жизни школьников. С одной стороны, экзамены отражают уровень знаний, и их результаты существенно влияют на самооценку. С другой же стороны, это не индивидуальное испытание, а массовое. Через экзамены проходят почти все подростки в 9-11 классах. Из-за массовости возникают многие феномены. Дети заражаются эмоциями остальных детей, и это усиливает волнение. Самая главная проблема, с которой сталкиваются дети в период сдачи экзаменов – это тревога. Главный способ справиться с тревогой – это побольше узнать и побольше понять про процесс, который тебе предстоит. И в этом аспекте существует две стороны. Первая – это сторона школы. Вторая – это сторона семьи. Со стороны школы дети во многом готовы, во многом знают, что будет происходить, как будет происходить, процедура заполнения бланков и так далее. Вот эта известность, она, вот этот экзаменационный стресс снижает, тревогует и нивелирует. Вторая сторона экзаменационного стресса – это то, что происходит в семье. И очень важно выстраивать с ребенком такие отношения, чтобы вот так же эту тревогу как-то сглаживать. Тревога настолько сильна, что ее сложно признать и проговорить. И лучше с ней вообще не соприкасаться. Лучше зависнуть в соцсети. Отрицание важности и агрессия на доводы родителей – это тоже реакция на стресс. Лучшая защита – это нападение. Если ваш подросток огрызается и отказывается разговаривать, это значит, что он чувствует себя загнанным в тупик. Детям очень страшно, порой больше, чем самим родителям. Второй важный момент – это подчеркивание особой значимости события взрослыми. Здесь к тревоге прибавляется стыд. С ним связано много неприятных мыслей. Дети задаются вопросами о том, как будет реагировать их любимый репетитор на недостаточный балл по ЕГЭ. Как они посмотрят в глаза маме, которая оплачивает дополнительные занятия. Экзамен из теста на знание превращается в тест на любовь. Многочисленные беседы с подростками сводятся к одному тезису. Если я завалю тест, значимые для меня люди разочаруются во мне. И это буквально приводит в ступор. Важно транслировать ребенку, чтобы он не испытывал страх отвержения. Многие родители, осознанно или неосознанно, на этот страх давят. Важно транслировать ребенку мысль, что ничего страшного не будет. Если ты вдруг экзамен сдашь не так, как мы ожидали, то я тебя не брошу, ты не будешь отвергнуть, я всегда буду с тобой. Сам этот факт, само понимание, что так будет, у ребенка уже снижает тревогу. Далее очень важно с ребенком продумать пути отхода и запасной какой-то план развития событий. Потому что очень много тревоги связано с тем, что у подростка нет заднего хода. Ему важно хорошо сдать экзамен, и у него нет другого выхода. Очень важно продумать другой выход. Смотри, если вдруг наши результаты будут не такие, как мы ожидали, что будет тогда? Это самовозможность, что может быть как-то по-другому, кроме идеала. Она уже снижает вот эту тревогу, которая у ребенка там бурлит. Вы считаете, что ваша тревога – это проявление заботы о ребенке? Почему мы сами так тревожимся за наших детей? Экзамены ребенка – это ситуация сильной неопределенности для всей семьи. Причем родитель в данном случае никак не может повлиять на подготовку ребенка напрямую. Вы не можете сесть и выучить за него материал, подкупить комиссию или проконтролировать пульс вашего ребенка на экзамене. Вы сталкиваетесь с ситуацией отсутствия контроля. И именно это и постоянное нагнетенное вокруг усиливает тревогу. Все, что остается родителю – быть рядом и ждать. Но это тяжело, и тогда мы пытаемся выстроить контроль над подростком, вопреки всему, и отнимаем возможность контролировать и регулировать ситуацию у самого ребенка. Родителю очень важно не заражать ребенка собственным волнением. Дети и так волнуются, дети знают, что происходит. Нельзя детей недооценивать в этом плане. Все прекрасно понимают, все прекрасно знают. Но большие тревоги испытывают скорее родители. Понятно, они очень переживают за своих детей, но они не сталкивались с этой процедурой, многие родители. И поэтому у них куча своих фантазий, которые они транслируют на детей и заражают их своей тревогой. Это больше уже про тревогу родителей. Ну и очень важно подобрать какие-то техники, которые, например, дыхательные техники или техники релаксации, которые помогают конкретно каждому человеку. Старшеклассники об этих техниках осведомлены, они прекрасно знают, они умеют ими пользоваться. То есть в каждой школе обычно перед экзаменами за 2-3 месяца проходят тренинги, где они этому учатся, где они это успешно используют. Тревожатся и боятся перед экзаменами в порядке вещей. Расскажите про свой опыт, только не про то, как вы заранее выучили все билеты. Говорите про сложности, с которыми вы сталкивались, как вы сами боялись. Со временем такие разговоры помогут снизить напряжение и интенсивность чувств. Именно для таких моментов уже на протяжении нескольких лет правительство проводит такое мероприятие, как ЕГЭ для родителей, основная суть которого – показать наглядно сам принцип проведения экзамена, порядок действий. Все это родители, переживая на себе, могут рассказать своим детям и подготовить морально к тому, что их ждет. Я отношусь к этому положительно, потому что как раз, ну, я уже об этом говорил, что тревога – это такой процесс, который связан с незнанием. То есть, когда мы не видим страха, мы его представляем, и чаще всего вот эти представления, они являются более громоздкими, более ужасными, чем это есть на самом деле. Как раз вот эта история про то, чтобы родителям попробовать, что такое ЕГЭ, она на примере показывает, что все не так страшно, что все это решаемо, что это скорее этап, а не какой-то там рубеж. Подготовка к экзаменам – это непростой в период жизни подростка. Для того, чтобы ребенок был психологически готов к экзаменам, недостаточно просто сказать ему «не волнуйся». Готовность к экзаменам держится на нескольких китах – учебной мотивации, стрессоустойчивости, адекватной самооценке, хороших отношениях с близким и умение грамотно планировать и организовывать свое время. Все эти процессы достаточно объемные и разногранные. Понимание этих процессов может помочь родителям и педагогам понять, как именно лучше поддержать ребенка в этот период. Максимально поддержите своего ребенка перед экзаменами и помогите ему подготовиться к тому, что его ждет. Страх, волнение и тревогу вполне можно снизить, если заранее начинать работать над этим.